Добро пожаловать в подкаст! Как получить больше сердечек, больше фолловеров и, на самом деле, как провести свой первый перископ. Приветствую сегодня! Бодрое утро! Выходя во двор дома, решил провести сегодня для вас подкаст и решил проводить подкасты теперь по утрам. Ориентируемся на 11 утра. Постараюсь сделать это более-менее каждое утро. И сегодня подкаст будет о том, как провести ваш собственный первый подкаст. Приветствую вас, друзья! Присоединяемся! Отлично! Привет, Марис! Ну и давайте по традиции. Здесь есть люди, которые первый раз, которые только что подсоединились. Чего мы здесь делаем? Ну, для начала давайте ознакомимся. С кем-то мы уже тысячу лет знаем. Кто-то первый раз пришел. И что мы здесь делаем? Мы здесь ставим сердечки. Это такая прикольная фишка, которая авторов мотивирует вообще проводить вам подкасты, потому что, ну, это весело. Это реально весело. То есть можно постоянно нажимать на экран. И эти сердечки, они прям... Классно, да? Попробуйте. Просто нажмите на экран. А если вы пришли сюда с целью делиться знанием с миром... Доброе утро! Доброе утро! Вчерашний подкаст где-то, по-моему, на середине... Не знаю, были ли люди, которые досидели до конца. По-моему, на середине в Испании обрубился интернет, и я уже просто вещал в запись. Поэтому вчера была очень прикольная штука про... Привет, Торевьеха. О, Кунсуэло. Привет-привет. Буэнос. Так. Буэнос. Привет-привет. И вчера мы говорили о трех вещах, которые нужно делать до вашего первого миллиона долларов, ну, или там, евро. Ну, или хотя бы рублей. Поэтому вчерашний подкаст я прям рекомендую пересмотреть. Он реально очень важный. Moscow never sleep. Good morning. So, guys, о чем мы будем сегодня говорить? Мы будем сегодня говорить о том, как провести ваш первый перископ. И это очень классно, потому что перископ позволяет буквально в два клика проводить свои собственные трансляции, получать больше клиентов, больше подписчиков и больше сердечки. Ну, сердечки – это просто прикольная опция. Да, я нахожусь в Испании. Это пятиэтажка моего дома. Это бассейн пятиэтажки моего дома. А это, собственно, Алиса Алексеевна, которую сегодня... Давайте поздравим ее. Это моя дочка. Ей сегодня исполнилось полтора... Алиса Алексеевна, ты в прямом эфире. Алиса! Алиса! У нее леечка упала. У нее леечка упала. Леечка, так, леечка. Да. Вот, теперь у Алисы Алексеевны есть леечка. Давайте поставим все дружные ей сердечки. Вот. Ну, и, собственно, дочурке сегодня полтора года. По-моему, очень милое... Милое создание. Да. Вот. Ну, сегодня речь не о Алисе. Да, поздравляем. Алиса! Ну, все, леечка. Внимание. Ну, мы с вами не ради леечки собрались. Итак, для того, чтобы провести свой первый перископ, я вижу, все собрались. Все, кто уже в записи, уже так, блин, ну когда же он начнет? Начнем сейчас буквально секунду. Значит, те, кто присоединились, напишите, из какого вы города. Я нахожусь сейчас в городе Торревьеха, что в Испанщине. Мне здесь очень нравится. Здесь тепло, хорошо, и это отличный способ продлить лето в сентябре. Так, Москва, привет. Привет, Москва. Москва. В Москве я отдал пять лет своей жизни, когда приехал из Томска покорять Москву на заработки, как и многие гастарбайтеры, в надежде на быстрые заработки. И, кстати говоря, что-то даже получилось. Так, in Moscow, rainy, hello, Oslo, Peter, hello. Да, кто-то подсоединился только что. Нажимаем сердечки, просто нажмите на экран. Хорошо. Кроме сердечек в перископе, мне очень нравится эта штука, за счет чего она очень быстро растет. Вчера я прям увидел, что нас стало больше, нас стало больше 500 человек. Ребята, вы крутые. Потому что вам не все равно, мы развиваемся. И чтобы нас было еще больше, еще больше позитивнее, сейчас обучу одной вещи. То есть вы, когда будете проводить свои перископы, конечно же, ну, есть несколько вещей, да, которые вы будете делать. Первый шаг можете прям записать под запись, давайте. Есть бумага, ручка, напишите бумага, ручка, есть там, блокнот. Напишите слово блокнот вот здесь в чате. Напишите слово блокнот, есть. Мы с вами прям начнем по шагам. Хорошо. Все собрались, все работаем с утра, прям заряжаем. Ноут есть, отлично, пойдет. Тоже блокнот в своем роде. Хорошо. Блокнот есть. Так, кто еще готов? Пальцы вверх. Так. Готовы. Блокнот есть. Хорошо. Шаг номер один. Шаг номер один. Что вы делаете? Вы выбираете, ну, темы, на которые вы будете вещать. То есть у каждого из вас на самом деле есть какие-то темы, есть какие-то знания в голове, есть какие-то фишки, полезные советы. Короче, я верю в том, что вы, ну, не пальцем деланные, да, что у вас реально что-то есть. И в вашем бизнесе тоже вы чем-то разбираетесь. Потому что не бывает так, чтобы был человек успешный и ни в чем не разбирался. Правильно? То есть в чем-то вы разбираетесь. И вы просто выписываете, выписываете то, в чем вы разбираетесь. Это банальная вещь, но иногда возникает вопрос, ну, собственно, вот перископ, что поставил, а что вещать-то? А вот и вещаете. То есть вы просто составляете список тем, на которые вы, в принципе, будете вещать. С этим понятно. Сердечки, если понятно. Хорошо. Второй шаг. Что вы делаете? Ваша задача во втором шаге создать аудиторию. То есть, ну, темы есть, хорошо, а кому вещать? Аудитория. Откуда берется аудитория? Ну, я в прошлый раз рассказывал про несколько методов, которыми я пользуюсь сам. Твиттер. Самое простое. Перископ очень сильно связан с твиттером. Твиттер сейчас переживает второе рождение. Поэтому твиттер вы начинаете реанимировать. Или если вы раньше на него все это дело за... Ну, может быть, как-то не обращали внимания, как я. Я твиттером особо не пользовался. Он был для... Просто для перепостов, что ли. Короче. Вот вы поняли, что вам хочется вещать. Да? Наверняка зачем-то. То есть, ну, в основном, конечно же, приходят люди, потому что хотят больше клиентов, хотят больше подписчиков, больше там... Ну, банально лжить лучше. Не, есть, конечно, категория людей, которые проводят подкасты. Я не знаю, мне скучно. Поговорите со мной. Ну, вы же не такие, правильно? Поэтому ваша задача привлечь аудиторию. Твиттер. Раз. Там есть такая фишка, как... Делать анонсы. Ну, наверняка кто-нибудь следит за... Наверняка следите либо за твиттером, либо с другими социальными сетями моими. И вы заметили, что перед каждым анонсом, перед каждым каким-то эфиром я даю анонсы в твиттер. Видели? Ну, наверняка замечали. Но есть еще... Есть еще несколько вещей. Если у вас Facebook, там, ВКонтакте, любые другие социальные сети, вы их оповещаете. Ну, это... Это половина дела. Вторая фишка – это Viber. То есть, Viber, если добавляешься, увидишь там, что у тебя куча знакомых, с которых ты как-либо пересекался. У меня в записной книжке порядка тысячи контактов. Ну, то есть, я... Не знаю, сколько у вас контактов в записной книжке? Реально много, скорее всего. То есть, если вы активны, если вы, ну, скажем так, не сидите просто дома, что-то делаете, у вас наверняка скопилось большое количество контактов. Поставьте WhatsApp, поставьте Viber, и вы увидите, какое количество людей тоже находится в этих мессенджерах. Ну, классно же. Вы их приглашаете в общий чат, и вы там дело... Вы людей говорите, слушайте, пробуй такую классную штуку, приходи ко мне, поддержи меня или, не знаю, вам. Приходи, расскажу вот такую-то тему. Потому что тема у вас уже есть. С этим понятно? Телеграмм, отлично. Тоже подходит. Приглашайте их. Значит, и вот вы все. Вы такие все собрались, нажали кнопочку, значит, провести свою трансляцию. Написали тему, да, в следующем шаге. Написали тему, значит. Есть одна фишка, которая, кстати говоря, повышает внимание. Вот эти, знаете, вот такие взрывчики, такие эмоции, всякие смайлики дебильные, прикольные. Они, на самом деле, привлекают внимание. Многие, даже продвинутые ребята, которые сейчас вещают на перископе, русские, ну, то есть, те, кто тоже подхватили, они эту фишку, кстати говоря, не все просекают. Вот. В инстаграме 70 тысяч подписчиков. Ну, классно. Гони их всех сюда. Короче, фишка в чем? В том, что, когда вы пишете тему, используя вот эти всякие взрывчики, такие молнии, там, сердечки, там, смайлики какие-то. Классно же? Это привлекает внимание. Причем просто скучный текст. Приходите, обучу, трам-пам-пам. Не, прям устроите вот это, да. Кто вы такой? А, вот, следующая вещь. Когда вы начинаете, сейчас до этого дойдем. Кто вы такой? Сейчас расскажу. А когда вы начинаете, то есть, вы нажали кнопку «Да», я хочу проводить этот перископ, начинает приходить народ. Причем в первую секунду ваша задача увлекать, уже сразу что-то рассказывать. Не ждать, пока наберется там 100, там, 300 человек и более. Почему? Потому что люди, которые будут смотреть вас в записи, они просто уйдут. Ну, то есть, ой, какая-то скукота, все, не знаю, там, бассейн показывают. Поэтому я показываю бассейн, например, и что-нибудь рассказываю. Ну, вот, собственно, бассейн. И на заднем плане, то есть, уже начинается какая-то интерактивная штука. Люди пришли, что мы делаем? Мы их начинаем обучать, там, типа, нажмите на сердечко. Типа, у всех получилось, кстати, у всех получилось нажать на сердечко. Там вторая штука. Там, типа, из какого вы города? Люди начинают как-то включаться, потому что, ну, человек приходит, что за фигня? Какой-то мужик, ну, что-то вещает, непонятно. Или, там, что за женщина? Что здесь делать вообще? То есть, люди просто пришли первый раз в перископ. Им нужно помочь адаптироваться. С этим окей, сердечко, если окей. Значит, прям много сердечек давай. Даешь, кто больше. Короче, потом, важно представиться. Вот, кстати, я сам этого не сделал, потому что у меня есть такая фишка, что я думаю, что меня, ну, у меня-то все знают. Вот, нифига. Не все знают, не такая уж большая знаменитость еще. Короче, и вам нужно в двух словах рассказать, какая от вас польза. Не в смысле, там, знаете, вы знаете, я заработал миллион долларов, я посетил 52 страны, вы знаете, я живу в Испании. Ну, кстати, все это правда, да? Ну, кому это какая дело, да? Можно об этом вскользь говорить. Но самое главное, что вы говорите, какая от вас реальная польза. Вы говорите, там, я помогаю вам в том-то. Например, я говорю, ну, это лично моя история, помогаю вам дойти до первого миллиона долларов. Дальше будете сами, делюсь фишками, как продвигаться по продажам, по маркетингу. Ну, и, скажем так, могу стать вашим наставником, если вы готовы работать. Вот. Ну, как-то так. И эту же, кстати, штуку нужно в описании себя. С этим понятно? Пальц вверх, если понятно. То есть вот то же самое, что сейчас сказал, то, что я сейчас произнес. Это же самое нужно продублировать в описании себя в перископе. Вот эту фишку многие как бы тоже так не понимают и пишут там, ну, как бы, ну, смотрите, какой крутой. А что толку-то, если, как бы, людям-то какая, какая помощь людям от этого? Ну, никакой. Хорошо. Представили себя. Дальше пошел разогрев. Разогрев, ну, каким образом обычно? Кроме того, чтобы поставьте там лайки, кто из какого города, важно людей вовлекать, чтобы они что-то печатали еще. Вот вы заметили, что, например, во время нашего вебинара я сказал, типа, напишите, кто там взял блокнот. Кстати говоря, напишите слово, не знаю, бассейн, если вы хотите купаться сегодня. Не знаю, просто в голову прилетело. Да, там, напишите. Ну, сейчас нажмите и напишите слово бассейн. Тут сами для продажи же. Нет, мы здесь на самом деле, да, бассейн. Вот, например, любая, любая, наверное, там, спасательный круг. Прикольно, кстати, да? То есть люди начинают что-то писать. То есть что-то написали, уже пошел какой-то интерактив. То есть люди не спасалон, да, напишите любое слово, которое подсказывает вашим фантазиям. Спасательный круг, бородатый мужик, яхта, да, класс. Привет, Костя. Бублик, диктор. А теперь поиграем в города. Короче, потом, собственно, идет ваше структурированное выступление. Либо вы можете вообще никаких вот этих вот раз, два, три, там, по шагам, то, что вы там обещали, вы можете рассказывать истории. В следующий раз я вам расскажу одну очень интересную историю про то, как был заработан первый миллион долларов. Если интересно, кому интересно? То есть как был сделан первый миллион долларов, куда мы его потратили, как все это вообще происходило, потому что это прям целая история, которая, я думаю, многим будет интересна. Интересно? Да или да? Пальцы вверх. А, и интересно, интересно. Хорошо, тогда следующий эфир в 11.00 будет именно об этом. Следующая вещь, которую вы делаете на своем перископе, вы обучаете людей делиться, ставить шеры. То есть аудитория привлекает аудиторию. Чем мне нравится перископ? Перископ – это источник, большой источник трафика, с одной стороны, и с другой стороны, это мощный канал по поднятию, так, да, по тому, как поднять свое окружение на новый уровень. Да, то есть, ну, по большому счету, в перископ сейчас приходят те, кому не все равно, те, которые, люди, которые хотят развиваться. И ваша задача, на самом деле, мотивировать людей делиться записью вашего выступления. С этим понятно? Ставим сердечко, если понятно. И ваша задача прямо их обучить, потому что не все реально знают, как это делать. Ну, то есть заходишь, тут какое-то вещание, что делать? Поэтому давайте сейчас с вами все это дело понравимся. Значит, у кого сейчас Apple, айфоны, нажимаем вот сюда, вот здесь есть изображение человечка, нажимаем, у кого андроиды, делаем вот так по экрану, пальцем по экрану делаем вот так, у кого Apple, да, а Sony, ну, андроид, короче, вот так вот, снизу вверх, короче. Вот так делаем, нажимаем, и нажимаем кнопку поделиться с друзьями. Получилось? У кого получилось, напишите получилось. Да. Все это важно. После того, как выдали контент. И в самом начале, кстати говоря, вашего перископа тоже это очень важно. У кого получилось? Кто молодец? Да. И давайте все поделимся, я расскажу еще одну крутую фишку, которая тоже очень сильно работает. Я поделился, Роман. Молодец. Благодарю. Еще одна фишка, и кое-что на закусочку расскажу. Значит, снизу вверх, если андроид, нажимаем на изображение человечка, и жмем поделиться. Хорошо. Есть. Молодец. Хорошо. Так. Сердечки, сердечки, сердечки. Шеринги, лайки. Отлично. Отлично. Очень хорошо. Благодарю. Чем нас больше, тем нам... Да, did it. Mucho gracias, amigo. Так. Есть, Фонарева Ольга. Благодарю. Ага. Ну, собственно, таким образом вы обучаете людей делать то же самое. С этим понятно? Двигаемся дальше. Следующая вещь, которая очень хорошо работала, когда люди раскручивали свои инстаграммы, твиттеры, на заре социальных вещей, социальных этих сетей хорошо работает масс-фолловинг. Он плохо работает в конце, ну, то есть, когда уже все. Попробуйте сейчас в инстаграме масс-фолловингом прокачать аккаунт до 100 тысяч подписчиков. Ну, уже вряд ли получится. Но прокачать свой... Прокачать свой перископ до тысячи, полторы тысячи человек вы можете, если вы будете подписываться на популярных блогеров, потом подписываться массово на всех их подписчиков, и 10-15% будут вас в ответку обратно, вас тоже, на вас тоже подписываться. Потому что пока это не сделано ботами, вот это очень фишка, многие не понимают, пока нету ботов специально написанных, да, вот этих компьютерных всяких программ, которые занимаются всей этой фигней, это все живые люди. Когда сеть вырастет, а перископ вырастет, напишут боты, напишут сервисы, все это будет, но не сейчас пока. Тогда будут вас в основном в ответку тоже добавлять другие боты. А вам боты нужны? Нет. Вам нужны живые люди, верно? Верно. Поэтому вы можете пойти к наиболее популярным блогерам, русским, нерусским, ну, в зависимости от того, какая аудитория вам нужна, и ловите момент, ловите момент, потому что вы можете достаточно быстро прокачать тысячу-полторы подписчиков себе в блог, в этот, да, в этот перископ. В чем фишка? Потому что перископ сейчас показывает, на самом деле, рекордное количество человек по посещаемости. С 500 человек подписчиков к нам, например, приходит 100-150 зрителей. Ну, круто же. С такого же количества подписчиков в e-mail рассылке, например, у нас получается так, что... Ой, Алисенька, ты такая мокрая. С полторы тысячи человек в e-mail подписке, ну, дай бог полтинник придет на вебинар, потому что, ну, классические инструменты, они устаревают. Да? Да? Да. Вот. Вот. И еще одна фишка на закуску. Хотите открытку из Испании? Сейчас проходит конкурс. Да, да. Сейчас проходит конкурс. Я посылаю «да, закуска». Да, закуска. На закуску. Сейчас проходит конкурс открытка из Испании. Я могу вам подписать с какими-нибудь теплыми словами из этой солнечной страны открытку. Открытку. Вроде бы мелочь. Так, ты в бассейн не ходи. Вроде бы мелочь, но приятно. Условия конкурса есть в моем инстаграме. Так, так. В бассейн мы не падаем. Алиса. Условия есть в моем инстаграме. Для этого просто напишите об этом аккаунте у себя и пришлите свой адрес. И я вам вышлю открытку из этой солнечной страны. Сейчас я пойду купаться вот в этот самый бассейн. А завтра мы с вами поговорим, я вам расскажу интересную историю о том, как был заработан первый миллион долларов, куда мы его потратили. Оставайтесь с нами, делитесь. Да, открытка не попадет под санкции. К сожалению, не получится там, знаете, пармезан или хамона вам прислать, потому что его съедят на границе. Но, тем не менее, вот кусочек позитива всегда должен быть в вашей жизни. Благодарю вас за лайки, благодарю вас за шеринги. И до встречи завтра в 11.00 по Москве. С вами был Алекс Айвенга и пока-пока.